Всем здравствуйте! Сегодня видео такое тяжёлое, по заголовку, я думаю, вы всё поняли. Для начала объясню, почему я хочу снять это видео. Во-первых, я в этой теме уже очень давно, я в курсе была этой историей, ещё в ноябре, когда произошло это преступление. Потому что у меня есть много знакомых, у меня есть клиентки из Казахстана. Я в теме прав женщин, домашнего насилия, абьюзов и всего прочего именно в Казахстане. У меня немало клиенток оттуда, я эту кашу знаю изнутри, потому что они ко мне с этими проблемами приходят. Второе, я из Новосибирска, это очень близко к Казахстану с границей. И, в принципе, на протяжении моей жизни в Новосибирске у меня были знакомые, друзья казахи и в студенчестве, и вообще. То есть я, скажем так, с Казахстаном знакома не понаслышке. Скажем так, не шапочно, но знакомство с этой страной, с менталитетом, с людьми у меня есть. Далее, вторая причина. Я на канале поднимаю тему домашнего насилия, которая происходит в Турции. Я вообще считаю, что я буду говорить только за себя, да, то есть за Россию, за Турцию и Казахстан от моих клиенток, что я в курсе. Тема домашнего насилия очень больная, острая и абсолютно неосвещенная, табуированная, закрытая тема. А о таком, о табу нужно говорить, предупреждать и вообще поднимать это, чтобы это все всплывало, для того, чтобы мы понимали уже в 21 веке, что это не окей и не нормально. Что никто не должен страдать, быть в абьюзе, никого нельзя бить и убивать. Ну и последнее, так как эта тема вышла уже две недели, наверное, три за рамки Казахстана, она приобрела силами людей, блогеров, защитников, правозащитников Казахстана для максимального масштабирования огласки ситуации, для справедливого суда. И меня попросили неоднократно много человек, которые сказали «освяти», хотя бы для того, чтобы это было еще одно видео в копилочку, чтобы, может быть, кто-то из твоих зрителей не в курсе этой истории, пусть знают, что такое есть, пусть будут в курсе. Потому что это на самом деле тема, этот пример, он касается каждого из нас. Говорю здесь о социально-психологических моментах, про абьюзы и вообще, как эта ситуация показательна на данный момент, что она за собой вообще влечет, какие перемены. Почему такая актуальная стала? Это не просто хайп на этой истории и раздувание, инфоповод. Потому что за этим инфоповодом стоит большая правда. Всплыли очень большие моменты, такие как коррупция, власть имущих, справедливость, абьюз, наказание, справедливость по закону, требования к женщине в обществе, вообще нарушение ее прав, ее место в обществе. Как вообще о месте можно говорить, да, вопросы феминизма и так далее, равноправия, которого нет. Это вопрос, и также приплелся уже сюда и религиозный аспект именно мусульманского мира по поводу провокации. Все, мы сейчас об этом поговорим. То есть аспектов здесь очень много базовых затронутых социальных у людей, в которых мы живем. Немножко вкратце для тех, кто не в курсе. Девятого ноября двадцать третьего года в Казахстане произошло убийство. Молодого человека, ну мужчину зовут Бешимбаев, это экс-министр экономики Казахстана, избивал до смерти свою супругу. Ну они еще, у них был никяг, религиозный брак, но не светский брак. Еще по документам официально моя жена не была, но они вместе уже жили. Они были не очень долго в отношениях, то есть несколько там, порядка года. И он избивал ее, убил в ресторане своего двоюродного брата. Он ей не вызвал скорую. Он был, естественно, там в зависимости человек, выбивающий. Затем были много попыток стереть видеокамеры, отвезти ее телефон домой, скрыть вообще-то преступление. Потому что у человека есть блат, есть связи, бывший министр экономики на минутку. И сейчас для того, чтобы был справедливый суд и добились все-таки активисты, скажем так, правозащитники, семья потерпевшая, погибшая, к сожалению, потерпевшая, это ее семья, объявленная ими, подняли максимальную шумиху, чтобы дело было открыто. И сейчас вы можете видеть на ютюбе, я лично смотрю, заседание суда над Бешимбаевым. Как несправедлив этот суд, как он предвзят, как адвокаты обвиняемого нападают на пострадавших. В частности, выступает этим ответчиком брат погибший, потому что бедные родители, я вообще не знаю, как это все и пережить, это просто кошмар. Девушку звали Султанат, мега красивая, потрясающая. Давайте немножко про психологию сейчас, про домашнее насилие. Очень много я вижу в интернете, в социальных сетях, кто поднимает эту тему, комментарии, типа, что, сама не ушла, сама виновата, этот виктимблейдинг вина, жертва постоянная, идиотизм, на самом деле, это просто идиотизм. Но я как психолог могу сказать, что в жертву, в состоянии жертвы, подвергшиеся насилию, может попасть абсолютно любой человек. Абсолютно любой. И жертва в этом не виновата. Это не короткая юбка, открытая одежда, изнасилование, это не слабая только позиция, когда тебе приходит доминирующий, хотящий тебя поломать, доминировать и абьюзить человека. Вообще не про это. Жертвой абьюза и домашнего насилия может быть каждый человек. Но только не у всех есть силы развязать это, попросить о помощи или распознать, что это не окей и ненормально. Но вот то, что рассказывается в интервью про их взаимоотношения, друзья давали подруге интервью, брат, про взаимоотношения, это просто классическая история. Классическая. Их миллионы, поэтому написаны книжки. В чем заключается не особенность этой истории? Почему она такая, как и многие другие? Что он делал? Стандартно. Это манипулятор, это нарцисс, это садист, конечно же, склонный. Мне кажется, человек с аддикциями, зависимостью алкогольной, как минимум, возможно, какими-то и наркотическими историями. Я не знаю, не могу знать об этом, такой информации нет, но алкогольная это по факту. Это видно, что там периодически в информации, которая происходит, всплывает во время суда, смски читаются, ватсапы, камеры анализируются. Алкоголь присутствовал в жизни, назовем так, этого человека на систематической регулярной основе. И власть, конечно, которая есть у этого человека, то есть это просто комбо. Он очень быстро начал отношения, мы даем психологический анализ происшедшему, он очень быстро начал отношения, быстро, очень напористо брал ее, она отказывалась от встреч, он на храпом брал. Это на самом деле всегда тревожный момент, если вы не хотите общаться, к вам лезут, лучше отбиваться до конца. Не-не, мы в это не залазим, это уже про нездоровые отношения, где заставляют быть собой. Он ее хотел покорить, естественно, были средства, возможности, все прекрасно. Что он делает? Он быстро отрезает ей контакты с близкими максимально, она уходит от семьи, от друзей, урезает до минимума свой контакт, чтобы не просила помощи. Раскачивает ее эмоционально на качелях, люблю, ненавижу, наказываю, дарю пряник, прошу прощения, умоляю, там все вот это подключается. Каждый раз на кау увеличивается насилие, сначала это может быть психологическое насилие, потом это физическое, это пощечина, потом это удар, потом это систематические избиения и так далее. Она, насколько я помню, может быть, поправить, я не права, восемь раз пыталась от него уйти, а может быть и больше, не уходила. У него был шантаж, он снял видео, скажем так, откровенного характера с ней и так далее, из-за которого она не могла уйти, он ее шантажировал, она тоже не с простой семьи при статусе определенном, поэтому у нее были риски и страхи репутационные в том числе. В общем, история очень мутная и долгая, но поведение абьюзера абсолютно адекватно, предсказуемое, как они все поступают, как все садисты поступают, да, это абьюз. И закончилась катастрофой, потому что она не смогла соскочить вовремя, ей пытались помочь, но на самом деле она отказывалась от помощи, потому что у нее был страх. Абьюзер всегда берет страхом, в ее случае это шантаж, это репутация, это физическое насилие. Поймите, когда, если вас ударили один раз, абьюзер, не допускайте второго раза, потому что это становится системой, это становится привычным. Для выживания так работает наш мозг, и ты начинаешь максимально быстро, чтобы восстановиться, забывать все плохое и идеализировать что-то. И когда тебя бьют систематически или унижают, снижают твою самооценку, ты как птичка, ты живешь на одну-две недели, на один-два дня. То, что было месяц назад, твоя психика стирает, твоя память, чтобы быть сохранной и не сойти с ума и выжить. Это инстинкт выживания так работает. Поэтому жертвы могут выносить годами, месяцами, истязания, унижения, абьюз. Они очень быстро забывают. Потому что абьюзер дает новый накал, увеличивает, раскачивает, увеличивает вот этот накал, градуса больше дает, тяжелее, все больше извиняется. В общем, вы понимаете. Поэтому она быстро переходит, он ей не дает эмоционально расслабиться. Он ей не давал спать. Вот это нарушение сна тоже типичная история. Он ее всегда держал в тонусе, на адреналине, на унижениях и на эмоциях. Чтобы она не могла расслабиться, анализировать, включить логику. Вот он ее держал на эмоциях, запугивания, страхи и боли. И он ей не давал передохнуть. Там было нарушение сна. Надо поспать, проанализировать, уйти от него, отдалиться на какой-то... Он всегда ее держал в накале. Он ее контролировал. Смс-ки, звонки, унижения, 24 на 7. Он ее полностью поглотил. Он просто издевался. Он просто издевался, проживал это. И это ему не нужно было. Садист от такого маниакального плана делает вот так. Он ее просто выжимал. И очень быстро, кстати. Власть деньги, статусность, нарциссизм, который в нем есть. Он ему позволяет проворачивать это так быстро. У нее были возможности для этого. Поэтому она не могла дернуться, выйти из этого. Нагнетание эмоциональных тиски, в которые он ее взял. И достойно попросить о помощи. Она боялась это сделать. И ей уже многие и не верили. То есть ей предлагали помощь. Она сама отказывалась, потому что она его боялась. Она попросит помощь. Он же бил на глазах у брата кого-то. Была история. Брат был свидетелем. Когда это все скрылось, начал ей предлагать помощь. В общем, я к тому, что власть. Здесь такой комбо было. Нарциссизм, власть, дозволенность и финансовый, моральная. Статус этого человека сделали из него монстра. Это монстр. Я, может быть, не подбираю слов. Но я говорю, как я чувствую. Как я вижу. И его нарциссические моменты вы сейчас можете видеть. Он четко проявляется в заседаниях суда. Когда он спокойно, садистически рассказывает, преуменьшает то, что он взял. Я ее просто бил. Она сама ударилась. Она подскользнулась. Я не виноват. Я этого не хотел. Он играет роль анастасическую. А у нарцисса, ведущего, не забываем, самооценка. Ему очень важно, что о нем подумают. Ему не хочется видеть себя монстром. Маньяком, садистом, убийцей. Это клеймо. Это позор. Это неодобряемо социально. Поэтому он сейчас у нас вот такой весь спокойный. Я не монстр. Я не кричу. У него очень спокойная, монотонная речь. Такая безобидная. Важные, страшные моменты садистические. Он рассказывает очень спокойно, непоколебимо. Ну, чтобы вы не подумали, чтобы вы не почувствовали, что он может себе такое позволить, что он сотворил, что он монстр. Это маска. Маска нарцисса. Абсолютно логична для его поведения. А теперь про момент. Это был психологический момент. А теперь про момент социальный. Почему это важна история? И что она вообще за собой повлекла? Бесправие женщин в стране. Мы берем конкретно Казахстан сейчас, да? Проблемы воспитания, где перемешались светское общество и религиозное. И недаром сейчас начались разговоры. Сплыло интервью 20-го вроде года рэпера Джак Халиба. Он казах. Он живет... Ну, сейчас не знаю, где он живет. Но он жил, когда война началась в Украине. Он жил... У него жена украинка. И там было мужское такое... Не мужчины сидели, парни. Казахи. По поводу ислама религии. Был подкаст, где сейчас нас шли, это всплыло. На это обратили внимание, вырезали этот кусок. Их разговор о том, что виктимблейдинг прямой, да? Они говорят о том, что девушка не так одета, провоцирует на что-то. И там типа а-ля 80% изнасилов. В целом, непонятно, откуда взената эта статистика. Ну, вот не социо-статистика, которая есть в интернете. Но давайте поковыряем каждый. Например, напишет в комментариях под этим видео, какую информацию он нашкрябает, да? Я что-то ни разу не видела статистики, что 80% это жертвы насилия, которые не так оделись и не в нужное время где-то прошли. Для провокации маньяка, абьюзера, насильника. Если в нем сложилось желание причинения боли, вреда и его матрица, по какой он выбирает жертву, да хоть ты в паранже будешь одета, ему нужна жертва. Все, это так работает. Это больной человек, это монстр больной. Проблема у больного человека. А не у того, который мимо прошел, как бы тип спровоцировал своим просто присутствием. Давайте вообще жить не будем, чтобы не провоцировать, не дай бог, маньяков каких-то. А может быть маньяки и монстры должны за решеткой сидеть и быть наказаны? Тогда и подобных ситуаций будет меньше жертв их. Вот, извините, эмоциональное мое отношение к этому. Ну окей. Говоря об этом, освещая сейчас вообще тратя на это время, у нас есть возможность, хотя бы один из моментов, который социуми стрясает эта тема, власти, люди должны понести наказание по закону. Виновник и его помощники, так сказать, его брат двоюродный вообще. Все должно быть по закону, по справедливости. Это демонстративное показное дело для того, чтобы монстры не чувствовали в себе безнаказанность, свободу своим действиям, чтобы за это ничего не будет. Жертва не виновата. Виноват монстр, который не в порядке с психикой, с его головой, который не может себя контролировать. Для таких людей есть лечение, и если они опасны для общества, есть наказание в виде лишения свободы. Поэтому мы живем в социуме. У нас есть правила и нормы поведения. Бить, убивать, унижать безнаказанно нельзя. Мы все скатимся тогда в животный мир. Окей, тема тяжелая. Я хочу поддержать всех, кто когда-либо подвергался или до сих пор подвергается любому абьюзу и насилию. Абьюз бывает разный. Физический, сексуализированный, моральный, финансовый, психологический абьюз. Знайте, что вы можете всегда попросить о помощи. Кричите о ней. Подходите к любому человеку. Ваше спасение на самом деле только в ваших руках. Решитесь на этот шаг попросить о помощи. Говорить о своей проблеме. Говорить открыто о своем абьюзе. Поделитесь с кем-нибудь. Сила абьюзера в вашем страхе. Я много раз об этом говорю в подобных видео, которые на канале встречаются. Он силен, пока вы его боитесь. Он вас специально запугивает. Все держится, вся схема, только на вашем страхе. Абьюз все увеличивается. Накал эмоциональный, сдавливания различные. Агрессия увеличивается. Будет хуже для вас физически. И может закончиться, как было у султанат. Просто в силу того, что это очень властный, разбалованный хищник, у него было больше возможностей, поэтому это произошло так быстро. И он сейчас хочет уйти от ответственности. Надеюсь, он получит достойное, справедливое наказание в нашем обществе. Но как минимум мы видим, что миллионы уже людей по всей планете знают, кто он такой. И знают, что этому нарциссу сыграть роль паиньки не получилось. Если кто-то мне думает сказать, что ты лезешь, куда тебя не просили. Это не твое дело. Это дело каждого адекватного человека, который живет в обществе, в социуме. Это касается каждого. У этого нет национальности, нет религии и нет определенной страны. Это есть везде. И об этом надо говорить, чтобы им все не сходило с рук. Вот и все. Говорите об этом больше. Перепостите это видео. Пусть и другие узнают. И поймут, что это не окей, так нельзя. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока.